Все пройдет, и надежды зерно не взойдет. Все, что ты накопил, не за грош пропадет. Если ты не поделишься вовремя с другом, все твое достояние врагу отойдет. Да, так и будет. Если мы уходим из этого мира, не раздав все, что у нас есть, внутреннего и внешнего, то это все уходит в клепот. А что значит, что мы раздаем это, отдаем другу? Не просто так раздаем, а другу? Те, кто могут этим правильно воспользоваться. Вот это важный момент. Конечно. Что значит правильно воспользоваться? Чтобы он продолжил с тобой, за тобой движение к Творцу. И вот немножко, что это означает движение к Творцу? Чтобы он постоянно находил образ Творца в сближении с другими. Творца нет. Это мы при сближении между собой начинаем ощущать, что такая сила существует. Это, кстати, фраза всех убивает Творца нет. Это вообще гуляет по интернету. Лайтман сказал Творца нет. Лайтман сказал Творца нет. Представляете, так запутать всех просто по полной программе. Я помню первый шок, когда я это увидел на одном человеке. Это было в моем Фейсбуке, когда он мне все доказывал, доказывал и говорит, ну так как же, почему же, а где же Творец? Так я ему ответил, а Творца нет. Ну все, это убили. Это было, конечно... Так как из этого тупика выходить все-таки? Ну потому что в том образе, в котором он себе представляет Творца, его нет. Вот человек представляет Творца так, а это неправильно, да? Это неверно. Это просто абсолютно ложное представление о жизни, о жизни и смерти, о Творце, о проблемах наказания и... Все, а, драйв, все, что хотите, да? Да, 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 да. Это же все настолько выдумано, исковеркано все. И этими впечатлениями лживыми живет человек, строит свою жизнь. Когда человек может сказать, что Творец есть? Когда он обнаруживает, вопреки своему эгоизму и эгоизму других, существование надэгоистической силой доброй любящей. И это и называется Творец? Тогда он понимает, что это и есть Творец, да.